Если всё так просто, то почему до сих пор никто не попытался? Пробовали. Ваша Лига Наций была первой попыткой. Организация Объединённых Наций, ООН, последняя попытка. Но одна попытка провалилась, а другая была эффективна в минимальной степени. Потому что, как это было сначала и в конфедерации американских 13 штатов, члены-представители, особенно самые влиятельные из них, боятся, что они больше проиграют, чем выиграют от этого переформирования. Это происходит потому, что те, кто при власти, больше беспокоятся о сохранении власти в своих руках, а не о том, как улучшить качество жизни для всех людей. Имущие знают, что такая Всемирная Федерация неизбежно больше даст неимущим. Но имущие думают, что это будет за их счёт, а они ничего не уступят. А разве их страх не имеет оснований? А разве желание сохранить нажитое таким долгим трудом лишено здравого смысла? Во-первых, если больше отдавать тем, кто голодает и лишён крова, то это вовсе не означает, что другие лишатся своего достатка. Как я уже говорил, всё, что вам надо сделать, это взять квинтильон долларов, которые вы ежегодно тратите на военные цели, и переориентировать их на гуманитарные нужды. Вы решите проблему, не потратив ни одной лишней копейки и оставив богатство у прежних владельцев. Конечно, спорный вопрос, окажутся ли проигравшими международные конгломераты, которые получают прибыли от войн и средств вооружения, их работники и все, кто обогащается за счёт сознания, ориентированного на разжигание конфликтов во всём мире. Но во всяком случае, их источник изобилия будет исчерпан. Если для того, чтобы выжить, кому-то нужно, чтобы мир жил в раздорах, то, возможно, эта зависимость объясняет, почему ваш мир упорно сопротивляется любой попытке создать основу для прочного мира. Что касается второй части твоего вопроса, о желании удержать то, что нажито с таким трудом, то касается это отдельного человека или нации, это не так уж лишено смысла, если исходить только из сознания внешнего мира. Из чего? Если ваше наибольшее в жизни счастье основано только на опыте, получаемом из внешнего мира, физического мира вне тебя, то действительно, никто и никогда не захочет отдать другим хоть каплю из того, что накоплено, чтобы стать счастливым. До тех пор, пока неимущие видят причину своего несчастья в недостатке материальных вещей, они тоже будут попадаться в ловушку. Они постоянно будут хотеть того же, что есть у вас, а вы никогда не захотите поделиться с ними. Вот почему я сказал раньше, что есть способ навсегда избавиться от войн, любых переживаний, тревог и беспокойств. Но это духовный путь. В конечном счете, любая геополитическая проблема, как и любая вечная, сводится к духовной проблеме. Вся жизнь духовна, поэтому все жизненные проблемы имеют духовное происхождение и духовное решение. Войны на вашей планете происходят потому, что у кого-то есть что-то, и это что-то хочется иметь кому-то еще. Это побуждает кого-то совершать действия, совершенно нежелательные для других. Любой конфликт возникает из неадекватного желания. Во всем мире единственно прочный мир, это внутренний мир. Пусть каждый человек обретет мир внутри себя. Когда ты обретаешь внутреннее спокойствие, ты также начинаешь понимать, без чего ты можешь обходиться. Это значит, что тебе уже просто больше не нужны определенные вещи из внешнего мира. Безнадобность, не обремененность потребностями, это большая свобода. Прежде всего, это освобождает тебя от страха. Страха, что есть что-то, чего у тебя может не быть. Страха, что у тебя есть что-то, что ты можешь потерять. Страха, что не имея чего-то, ты не будешь счастлив. Во-вторых, безнадобность освобождает тебя от гнева. Гнев – это проявленный страх. Когда тебе нечего бояться, тебе не из-за чего сердиться. Ты не сердишься, когда не получаешь того, что ты хочешь, потому что твое желание – это просто твое предпочтение, а не настоятельная потребность. Поэтому возможность не получить этого не ассоциируется у тебя со страхом. А значит, нет и гнева. Ты не сердишься, когда видишь, что другие делают то, что противоречит твоим желаниям, потому что тебе нет надобности в том, чтобы они делали или не делали вообще что-либо. А значит, нет и гнева. Ты не сердишься, когда кто-то недобр, потому что тебе нет надобности в том, чтобы они были добрыми. Ты не сердишься, когда кто-то не любит тебя, потому что тебе нет надобности в том, чтобы они тебя любили. Ты не сердишься, когда кто-то жесток, обижает или хочет причинить тебе ущерб, Потому что тебе нет надобности в том, чтобы они вели себя как-то по-другому, и ясно, что тебе невозможно причинить ущерб. Случись кому-то захотеть лишить тебя жизни, ты тоже не будешь в гневе, потому что ты не боишься смерти. Когда ты лишен страха, уйдет и все остальное, и ты не будешь сердитым. Внутренним чувством интуитивно ты знаешь, что все, что ты создал, можно создать снова. Или, что важнее, все это не имеет значения. Когда ты обретаешь внутренний мир, покой, как отсутствие, так и присутствие какого-то человека, места или вещи, условия, обстоятельства или ситуации, не может быть создателем состояния твоего разума или причиной твоих переживаний в жизни. Это не значит, что ты отвергаешь потребности тела. Это далеко не так. Ты испытываешь сполна пребывание в теле и получаешь от этого такое наслаждение, какого раньше никогда не испытывал. Но ты займешься потребностями тела добровольно, а не принудительно. Ты будешь испытывать ощущения, связанные с телом, потому что ты выбираешь это сам, а не потому, что это необходимо, чтобы испытать счастье или грусть. Одна такая простая перемена – искать и найти внутренний покой. Если так сделает каждый, это положит конец всем войнам, ликвидирует конфликты, предотвратит несправедливость и установит прочный мир на Земле. Никакая другая формула не нужна и невозможна. Мир в мире – это личное дело. Нужно менять не обстоятельства. Нужно менять сознание.